Хорошая команда. Хорошая игра против хорошей команды. Важные два очка. И мы идем дальше. Дальше один тур остался. Шанс остался. На попадание плав – это самое важное. Будем питься дальше. Спасибо. Спасибо. Поздравляю Динаму с победой. Считаю, что сегодня проиграли именно в настрое. Не удалось так. На сто… один процент настроя из команды. Где-то чуть-чуть не хватило. И первые голы пропускали, первые три голы. Такие ошибки, которые можно было бы исключить. И меньшинство сегодня плохо сработало. Но большой плюс – то, что боролись до конца. И камень у нас никто не бросит. Мы бились. Но еще раз повторю. Динамо победа нужнее была. Они настроены сегодня были лучше. И спасибо большое болельщикам, что до конца верили, до конца переживали. Спасибо. Вопросы? Что случилось с командой по 6-4-2? Почему не получилось так? Ну, более-менее спокойно довести игру до победы. Достаточно легкие шаги пропустили. Особенно четвертый гол. Да, ну, это был легкий гол четвертый. Но нет, после верстальства игровых, как бы, мы тягались, да, скажем так. И то мы контролируем, то они и в конце концов третий гол мы получили в позициональной обороне. И, да, где-то слишком пережали с воротом. А четвертый гол, ну, такой бывает. Ну, перескочил шайбой. Ну, что, что сделать, да? Бывает, да. Я не думаю, что четвертый гол был логичным. Еще вопрос? Да. Витязь, Абыкова, Минска, Динамо, срочно победил Спартак. Вы по ходу матча как-то следили за результатами конкурентов или когда в развивалку пришли? Да, ну, перед вертами я знал, что Витязь играет 3-3 с Минском. Это единственное. Но мы можем только изменить свою судьбу. Я не могу изменить ни Витязя, ни Минска. Так что мы сами должны бороться. Да. Андрей Владимирович, как вам по сферам матча сегодня был? Особенно играть если вы стали матч гордости, что вы скажете по поводу? Ну, матч гордости. За этим все сказано сегодня. И ребята, вот эти моряки, которые там по полгода на подводной лодке служат, только шляпу перед ними снимаешь. И сегодня старались выиграть. Еще раз повторюсь, хорошая атмосфера. И болельщики переживали. И ради вот этих ребят старались не испортить праздники. Да. Андрей Владимирович, вы анонсировали появление молодых ребят из «Алмаза». Стоит ли ждать со «Спартаком» что-то? Да, Колесников будет играть. А Рогову, к сожалению, мы не можем заявить. У него такой контракт, при котором мы не можем заявить за нашу команду. А Грачев, Федор, Нижников? Федор утром, Нижников нет. Грачев. Посмотрим завтра. Лишно. Он по вратарям. Фулл играет, играет Корбов. Ни разу, но сейчас он не появлялся. Завтра будет день. «О,udos». Продолжение следует...